Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Его произведения объединяют людей всех возрастов и переводятся на десятки языков мира. Сегодня день рождения отмечает великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Священный, сладостный обман, души волшебное светило, оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман. Его стихи знают наизусть, а отрывки из сказок расходятся на цитаты. Самарская поэтесса Наталья Ростова читает произведение «Храни меня, мой талисман». Автор наделяет перстень, врученный ему любимой женщиной, волшебной силой. Для него это своеобразный оберег от разных жизненных невзгод, рассказывает женщина. Александр Сергеевич был достаточно своеверным человеком. У него было много примет, которые он сам придумал. И были приметы, в которые он верил. Одно из них был перстень, который он всегда носил на руке. Это был его талисман. И очень эмоциональные, живые стихи он посвятил ему. В одноименном сквере собрались настоящие почитатели таланта Александра Пушкина. Совсем юные читают всем знакомое с детства у лукоморья «Дуб зеленый». Гости постарше тоже не отстают. Взрослые кто во что гораст. Кто во что гораст. Кто-то помнит из своей юности и молодости стихи, читает. А кто-то находит у Пушкина новые стихи какие-то, близкие, более близкие его возрасту. Так что самые разнообразные стихи и о природе, и о жизни, и о смерти, и о том, что Пушкин пророк, и памятник воздвиг нерукотворный. Это обязательно 6 июня читают. На празднике творчество не только литературное. С пушкинским вдохновением гости вальсируют в танце и мастерят поделки. А еще осваивают искусство каллиграфии. Писать гусиным пером не так-то просто, как привычной шариковой ручкой. Сильно не нажимай. Легонечко. Давай «Н». Так. «И». «И». «Я». А для тех, кто хочет узнать свою судьбу, организаторы придумали гадания по сказкам Пушкина. И эта площадка особенно полюбилась гостям. Выбирают интересующую их страницу. И по этой странице, по определенной строчке, я расшифровываю им послание. Это гадание получается. И, как правило, оно попадает прямо в цель. Всего несколько нехитрых действий, и ты уже знаешь, что тебя ждет впереди. При честном, при всем народе, посадули, в огороде. Это говорит о том, что вы человек, который любит быть в центре внимания постоянно. Который постоянно у всех на виду. И в будущем это вам очень сильно поможет. За старания каждому дарят цилиндр. Высокий черный головной убор был любим Пушкиным. Он помогал ему казаться выше. Ростом поэт был невелик. Всего 167 сантиметров. Кавалеры могли в танце как раз-таки поднять шляпу. И опустить, как вы знаете, в танцах. И это очень удобно. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, молодое поколение важно с раннего детства знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли. Прививать положительное отношение к истории Отечества. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.